Сотрудник муниципальной стражи Иван Фанин уже вполне уверенно держится в седле. Хотя впервые сел на коня всего пару недель назад. Может, исторические корни дали о себе знать, говорит Иван. Ведь он – потомственный казак. А по дому на лошадь сел скорее не по приказу начальства, а по велению души. Как ощущения? Ой, очень интересные. Потому что, ну как, с лошадью это живое существо. Сливаешься и так же, как с человеком, то же самое. Сразу с ней нашли общий язык? Ну, нет. И до сих пор все равно присутствует какой-то страх такой. Ну, как мы все боимся чего-то необычного, чужого. В одну сторону порысили, поменяем направление в другую. Можно на шагу, можно нарысти. Только настойчивее. Пока верховой езде обучаются 8 сотрудников муниципальной стражи. Кстати, все они состоят в городском казачьем обществе. Обучают их так же, как и всех остальных. Никаких особых программ нет. Первые занятия были посвящены теории. Остальные три месяца подготовки – практики. Будущих садников обязательно учат и правильно ухаживать за животными. И готовить их, что называется, к выходу. Вообще, программа подготовки охватывает максимальное количество вопросов. Мы рассказываем о породах лошадей, о их привычках, о их нравах, об амуниции, как обращаться с лошадью, как замечать симптомы их заболевания, как кормить лошадь и так далее и тому подобное. Несмотря на то, что все сотрудники муниципальной стражи начали подготовку практически с нуля, успехи уже видны, говорят, в конно-спортивной школе. Планируется, что стражи порядка уже в мае выйдут на охрану территорий. Контролировать безопасность в городе будут четыре парных патруля. Их задача – охранять лесопарковые зоны от пожаров и незаконной вырубки деревьев. Следить за порядком будут прежде всего в урочище Сосновка, в Центральном парке и на городских пляжах. Патрулировать городские улицы стражники будут на самых спокойных лошадях. И тех, которые привыкли к городской среде, не испугаются шума, посторонних звуков и большого скопления людей. Муниципальные стражи отмечают у конных патрулей, в отличие от традиционных, есть некоторые преимущества. Например, возьмем Сосновку. В летний пожароопасный период мы ее обязательно в порядке патрулируем, но на машине не везде проедешь, а лошадь, как вездеход, пройдет везде. Лошадей для конных патрулей обещает предоставить городское казачье общество. Форма уже готова. Осталось освоить еще немного практических навыков. Татьяна Красикова, Павел Емелин. К этому часу. Белгород.